Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 февраля. Преподобная мученица Филофея родилась в Афинах в 1522 году. Ее родители Серига и ангел Бенезелос славились не только знатностью и богатством, но и глубоким христианским благочестием. Часто милосердная Серига обращалась с молитвенным прошением к Пресвятой Богородице о даровании ей ребенка. Ее теплые молитвы были услышаны, и у супругов родилась девочка, которая дала имя Ригула. Родители воспитали дочь в глубоком благочестии и правоверии, и по исполнении совершеннолетия выдали замуж. Муж ее оказался человеком нечестивым и грубым, часто избивал и мучил жену. Ригула терпеливо переносила издевательства и молилась Богу, чтобы он вразумил ее супруга. Через три года муж Ригула скончался, и преподобная, получив свободу, стала подвязаться в постничестве, бдении и молитвах. Святая подвижница основала женский монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного. Когда благоустройство обители было завершено, преподобная первой из насельниц приняла постриг с именем Филофея. В то время Греция страдала под турецким игом. Многие афинянки были обращены турецкими завоевателями в рабынь. Преподобная Филофея все средства полагала для освобождения своих соплеменниц, многих она спасла, выкупив из неволи. Однажды четыре женщины бежали в обитель преподобной Филофеи от своих владельцев, требовавших от них отречения от христианства. Турки, узнав местонахождение гречанок, ворвались в келью преподобной и избив ее отвели к правителю города, который бросил святую подвижницу в темницу. Утром, когда собралось множество турок, преподобную Филофею вывели из темницы. Правитель города сказал, что если она не отречется от Христа, то будет изрублена. Когда преподобная Филофея была готова принять мученический венец, божьим промыслом собралось множество христиан, которые освободили святую подвижницу. Возвратившись в монастырь, преподобная Филофея продолжила подвиги воздержания, молитву и бдения, за которые удостоилась благодатного дара чудотворений. В предместе Афин, в Патисии, она основала новый монастырь, где стала подвязаться с сестрами. Во время праздника святого Дионисия Арепагита турки схватили преподобную Филофею, долго истязали ее, а затем полуживую бросили на землю. Сестры с плачем перенесли истекавшую кровью святую преподобную мученицу в местечко Калагреза, где она представилась 19 февраля 1589 года. В скором времени святые мощи преподобной мученицы Филофеи были перенесены в Афинский соборный храм. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.